МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Знание иностранного языка уже давно превратилось из приятного преимущества в необходимость. А если взять английский язык, то это еще и язык международного общения. Существует ли, на ваш взгляд, влияние английского языка на русскую речь, поскольку английский язык сейчас все больше и больше распространяется в России? И если да, то это влияние больше положительное или отрицательное? Ну, во-первых, мне хотелось бы говорить о том, что не только в России, но и по всему миру. И если 10 лет назад было актуально говорить о том, что English is taking all the world, то есть только завоевывает, охватывает мир, то сегодня мы бы сказали уже, я думаю, справедливо говорить, во времени present perfect, English has taken all the world, то есть этот процесс произошел, мы можем о нем говорить, как о случившейся данности. О каком факте? О факте значительного распространения английского языка, о факте значительной его пролиферации в национальные культуры. И как вы считаете, вот то, что английский язык начал влиять, в том числе и на русскую культуру, все-таки это хорошо или плохо? Я думаю, что влияние это неоднозначно, прежде всего, потому что если это профессиональная сфера, то это необходимость, и это определенный предзаданный контекст. Но если человек говорит, что образовательный бэкграунд этой личности повлиял на развитие креативных способностей, то мы понимаем, что человек красивничает, интересничает и так далее. У нас существует много терминов, которые пришли из английского языка в русскую речь, и они замещают, получается, национальный язык. На ваш взгляд, это хорошо, плохо, это нормально? Я знакома с ситуацией и знаю, что действительно существует ряд исследователей, которые обеспокоены данной ситуацией, обеспокоены сохранением языкового строя русского языка. Но могу сказать, что любой язык — система самоорганизующаяся. И воспоминанием моим таким из детства, на улице, которая называется сейчас Петербургская, ранее была Свердлова, была в свое время заставка. Тат, плод, овощ, пром. Вот понимаете, такой привет советского времени, аббревиация как продуктивный способ словообразования и так далее. Ряд исследователей в то время также был озадачен тем, что советский новый язык встраивается в русский язык. Реалии ушли, и язык, этот пласт культурных, так сказать, новообразований из себя элиминировал. Поэтому я думаю, что язык действительно самоорганизуется, и все то, что лишнее в языке, оно не приживется, уйдет и так далее. А все, что нужно, это процесс... Я думаю, что это процесс закономерный, органический и, наверное, уже неизбежный. Это, наверное, касается любого языка, какие вообще в мире есть. Они все равно впитывают культуру разных языков. Мне кажется, особенно когда английский учишь, ты понимаешь, что здесь неправильно ставится ударение, потому что это слово пришло в английский из французского и так далее, и так далее, и так далее. Чистых языков нет. Сейчас я думаю правомерно говорить уже об обратном процессе. Языки мира впитывают английский язык в том числе, потому что английский язык сегодня является выразителем тех новейших явлений, которые появляются в общественных отношениях, в общественном сознании. Того нового, что еще не схвачено эмоциональной культурой. А каким образом вот эти англицизмы чаще всего попадают в русский язык? Чаще всего способ образования англицизмов сегодня — это так называемое прямое образование англицизмов. То есть мы берем исходные термины и их исследуем, простите, используем. То есть, например, deadline, price list и так далее. А иногда, кстати, даже и переводят, я так понимаю, некоторые фразы с английского языка, что создают определенные трудности. Дорожная карта. Дорожная карта. И, знаете, в юридической практике появился такой неологизм. Подписанты. Да, восходит он к английскому the unsubscribers. Да, то есть те, кто подписали тогда, как в российской юридической практике, мы чаще всего сталкиваемся со странами договора, участниками договора и так далее. А вам не кажется, что вот когда идет прямое заимствование английского слова, это не так страшно, когда вот начинают переводить вот эти фразы? Мне кажется, дорожная карта — это намного страшнее вообще для русского языка. А в этой связи? Нет, ну дорожная карта ведь можно как-то и по-русски сказать. План? Наверное. Зачем нужно было вот эту фразу придумывать и, кстати, путать многих людей? Я в интернете просто читал переписку, там один мужчина возмущался, говорит, какую, говорит, дорожную карту тут придумывают, у нас тут дороги еще строить не умеют. А там дорожная карта касалась вообще недорог. Вот, и то есть мне стало, я не смеялся над этим, мне просто стало жалко этих людей, я просто понял, что, ну, вот появление таких терминов, как дорожная карта, это, наверное, какое-то вредительство. Может быть, веяние времени и, может быть, впоследствии это, опять же, все будет изменено. Я привела пример относительно выражения вводного в этой связи, да, по поводу которого возмущаются российские лингвисты, потому что у нас есть вполне удобная фраза в связи с этим, да, а в этой связи является прямым английским калькированием in this connection. А это уже где-то калькируют? Да, да, повсеместно, что вызывает немалое возмущение у российских филологов. Понятно, я, интересно, в интернете фотографию видел, филологи Петербурга призывают людей говорить правильно. И там развешаны плакаты, значит, с новым словом и со словом, которые бы они рекомендовали использовать из русского языка. Допустим, флайер, плакат, ой, не плакат, там что-то другое, листовка, по-моему, значит, там баннер, плакат и так далее. Вот, короче, из рекламной деятельности какие слова используются и так далее. Я думаю, что, видимо, эта мода скоро дойдет и до нас. В данном случае должна отметить также, что не всегда упреки в заимствовании и использовании иностранных слов действительно корректны, потому что не всегда то, что предлагается в качестве русского эквивалента, действительно симметрично и полностью эквивалентно. Потому что если мы говорим о словах имидж и образ, к примеру, то мы понимаем, что имидж — это определенный конструкт, это то, что создается, это нас отсылает к пиар-технологиям, да, тогда как образ — это что-то более динамичное. Актриса сегодня в одном образе, завтра в другом и так далее. Или шоппинг, понимаете, я пошла за зимними сапогами — это не шоппинг. А шоппинг — это, ну, все-таки несколько другое. Это блататься по магазинам, да? Ну, здесь все-таки вхождение каких-то новых реалий. Здесь изменение ткани социокультурной. Здесь, наверное, все-таки еще слово, которое появляется и приходит к нам, оно несет в себе вот эти качества, вот эти признаки, которых у нас нет, мы не можем его другим заменить. Алина, несомненно, конечно. Да, применяем. А когда, например, происходит, что у нас слово, мы заимствовали какое-то слово, а потом в процессе оно опять меняется. Это, наверное, преобразования все-таки такие общественные происходят, когда одно изменение, потом ты понимаешь, что это вроде было и не русское слово, его заменили на другое, да? Наверное, тоже связано с развитием. Вспомните, наверное, не очень корректно в данном случае термин, потому что никто из нас не застал того времени, когда французский язык был в значительной мере используя российской интеллигенции, да? Но, тем не менее, все то, что было привнесено в языком, что-то осталось, что-то ушло. То есть это все веяние времени. Ну, а как вы оцениваете то, когда одно слово, которое существует в русском языке, и к нему уже привыкли, оно может быть не совсем русское, заменяется другим нерусским словом, ну, примерно с тем же самым смыслом, да? То есть, вот, допустим, были у нас магазины самообслуживания, которые назывались универсамы, потом вдруг универсамы исчезают, и появляются гипермаркеты. Вот, а как вы оцените вот такие изменения, и с чем вы связываете такие изменения? Ну, как уже было сказано, это последовательные изменения социальной реальности, изменения неизбежные. Формат гипермаркета, если мы говорим конкретно об этом слове, был ранее для нас незнаком, поэтому я думаю, что это целесообразно. Ну, почему не был знаком? Универсамы были? Универсамы — это гипермаркеты. А масштаб? А, ну, просто на сколько-то сот квадратных метров больше? Да. Из-за этого уже гипермаркеты. Из-за этого гипермаркеты. Ну, это, наверное, все-таки больше маркетинговый ход. Вот. Мне почему-то так кажется. Язык, конечно, в значительной мере, да, является обслуживающим и в том числе маркетинговой цели. У нас есть мода на новые слова, которые молодежь, наверное, начинает использовать в своей речи. Вот, вы работаете со студентами. Очень любопытно, что сегодня использование сленговых конструкций, жорганизмов, экзотизмов того, что называлось в начале 90-х, потому что, например, такие слова, как «чизбургер», «хотдог», да, они были новыми так, как отображали, описывали новые реалии. А сегодня это практически исходит на нет. То есть, если мы заимствуем сегодня, то это, как я сказала, прямое заимствование. Это те слова, которые, появление которых оправдано. Дедлайн, прайс-лист, нам зачем-то нужны эти слова. А, кстати, зачем нужен прайс-лист, я не понимаю. У нас было слово «прескурант». И неплохое слово. Чем прескурант-то не угодил? Видимо, укорененный в номенклатурных каких-то ассоциациях был заменен современным прайс-листом. Ну, видимо, да, прескурант ассоциировался с тем, что он был утвержден где-то там, наверху. Наверху. Да, а прайс-лист — это уже то, что тут современный… Прождено рынком и так далее. Да, 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 ясно. То есть, язык всегда отражение тех изменений, происходящих в ткани социального. А в маркетинговых ходах это популярно? Вот нам ласкает слух слово на английском. Мы больше хотим идти в магазин, который называется английским каким-то словосочетанием, выражением? Я не уверена, что это до сих пор актуально в свете текущей геополитической ситуации. Но думаю, что долгое время, да, действительно, вывеска вестернизированная, если так можно вывесить, выразиться, она действительно являлась гарантом, как будто бы лучшего качества. Она лучше продавала? Она лучше продавала, да. А почему? Может быть, потому, что человек на постсоветском пространстве очень хотел открытых границ, очень хотел, чтобы такие товары были доступны, и это вот такая выраженная тоска. Что-то я, кстати, с постсоветским не очень согласен, потому что я немножко застал и советские времена. А вспомните у Бутусова? Нас так долго любили учить твои запретные плоды, понимаете? Ну, наверное, примерно так. Но я просто хочу сказать, что давайте мы возьмем и... Хотя, вы знаете, наверное, до революции такого поклонения перед Западом... Хотя там тоже все время было, знаете, тоже, наверное, неоднозначно. Там тоже были постоянные споры, и были то метания в сторону Европы, то обратный откат. То есть это, наверное, такой... То вновь державное настроение и так далее. Да, да, да. Ну, это, наверное, такой маятник, в принципе. И, наверное, нельзя сказать, что постоянно есть какое-то преклонение перед Западом, но то, что оно присутствует в российской культуре, оно так или иначе занимает определенную нишу, это, наверное, безусловно. Как мне кажется, сегодня градус таких настроений снижается, вектор общественных настроений изменяется. Качнулся. Пока в одну сторону. Ну, коль скоро вам угодно, да. А как вы считаете, вот с заимствованиями нужно бороться, или это нормальный процесс? Я думаю, что это процесс органический, это процесс, с которым бороться не нужно и, наверное, бесполезно. Нужно насаждать культуру собственного языка, культуру и знания собственной литературы, истории, истоков, корней. И тогда мы не будем страдать от влияния заимствования, и они не будут казаться нам бременем. Ну, знаете, если взять на самом деле культуру языка, да, вот, по крайней мере, если сравнить русский с татарским языком, то у русского, и в этом плане культура русского языка, безусловно, выше. Вот русские люди не стесняются сделать замечание другому человеку, если он какое-то слово говорит неправильно, делать неправильное ударение. Ну, я, по крайней мере, в такой среде воспитывался, и там было незазорно поправить, чего у татар вообще, по-моему, представить невозможно. Вам не кажется, что, в принципе, с культурой этой языка, в принципе, у русского народа все в порядке? Ну, может быть, быть может, это связано просто с количественным фактором, что русскоговорящих регионов очень много, да, и на этих правах люди считают возможным что-то поправлять. Для татарской культуры всегда был характерен, на мой взгляд, определенный герметизм, да, определенный... Это закрытая культура, да. Да, да, и поэтому благоговейное чувство к родному языку в любом случае, даже если есть какие-то огрехи, ошибки, я думаю, что это тоже в своем смысле правильно, потому что таким образом мы сохраняем привычку человеческую говорить на этом языке. Ничего страшного, если человек ошибается, мы все ошибаемся. Валентина Михайловна, а вы сами сколько языков знаете, кроме английского, уж понятно? Английский на уровне профессионального владения, так уж сложилось, а немецкий и французский, ну, гораздо более любительские. Русский и татарский я рассмотрю как родные. В одинаковой степени? С чуть большим превалированием русского языка будем, честны, да. Сейчас, наверное, стоит отметить, что иностранный язык, ну, почти каждый, если не знает, то стремится его узнать, ну, потому что это нужно. А способности, очень часто говорят, вот он очень способен к изучению языков. Есть ли люди, которые не могут выучить языком, это дается прям сложно, так устроено? Или это миф? Вы знаете, Алена, если мы говорим о каких-то исключительных успехах в области изучения языков, потому что в мировой лингвистической практике известны примеры, когда люди владеют десятками иностранных языков, более десяти, то, конечно, я думаю, стоит говорить о таланте, о какой-то особенной одаренности, но абсолютно убеждена в том, что до уровня эффективного владения, достаточного для эффективной коммуникации, может дорасти абсолютно каждый. И это не связано с какими-то особенными личными качествами и свойствами. Вообще, сегодня мне часто приходится повторять, что владение английским языком, который практически перестал уже быть в полной мере иностранным, наряду с наличием водительского удостоверения категории B и уверенным пользованием компьютера, это тот необходимый минимум, который нужен сегодня каждому человеку. Ну и, наверное, потом по накатанной идет, один язык учишь, второй в два раза проще, следующий. Вы же, знаете, много языков вам было? Они романские, да, вот если мы говорим про эти три языка, да, конечно. То есть это в значительной степени облегчало задачу. Облегчало. А если взять вот как бы, ну, перейти к методике преподавания языка там и так далее, вот вернуться к этой теме, а можно ли человеку изучать два языка одновременно? Я думаю, что можно и нужно, но это скорее привилегия возраста более сознательного. То есть это тогда, когда изучение этих двух языков является сознательным выбором, мотивированным, когда взрослый человек имеет определенные цели, которые он преследует, для которых ему это нужно. А один язык не мешает изучать другому? То есть как бы это вот в голове ничего не путается? Ну, если мы говорим о том, что начинаем с нуля, то не рекомендовало бы это делать. Все-таки лучше сначала выучить один до определенного уровня, и потом второй. Если есть определенная уже наработанная база, то можно браться и параллельно за второй языком. А вы еще сказали про возраст. Если говорить вот с нуля, с нуля лучше учить еще ребенком? То есть чем раньше язык учишь, тем лучше, тем проще он дается? Я могу исходить из собственного опыта. Ну, так скажу, что моя семья последовательно англоговорящая, и преподаю иностранный язык я в третьем поколении в нашей семье. Я рекомендовала бы, по крайней мере, ставить радиопередачи или включать телевизор маленьким детям для того, чтобы открывалось ухо, воспринималась мелодика иностранной речи, для того, чтобы, по крайней мере, для ребенка не было шоком существование еще одной системы выражения. Наслушивалось это? Наслушивалось, буквально, да. А полиглот — это человек, который упорно работал над изучением языков, мучился, страдал, или все-таки это человек, у которого есть определенные способности? Любой ли человек может знать много языков? Или все-таки нужно быть каким-то особенным? Если мы говорим о функциональном владении, которое достаточно для того, чтобы общаться с носителями языка на довольно простые бытовые темы, то я думаю, что в этих пределах каждый может дерзнуть, мечтать и попробовать и достичь определенных высот. Если же это профессиональное владение, профессиональный перевод на нескольких языках, то это связано и с огромным трудом, и с известной степенью последовательности изучающего, ну и, может быть, талант. Но я все-таки сторонница той теории, что талант — это труд. То есть все-таки предрасположенность должна быть. Я просто вспоминаю, вот меня в школе сколько мучили. Для меня вообще иностранный язык в школе, да, это был самый нелюбимый предмет. Где-то с четвертого класса мы его начали изучать, я вышел в одиннадцатом классе, и, ну, надо признаться, что, ну, с английским у меня большие проблемы. Почему? Почему большинство людей со школ выходит, не зная языков? Это связано с тем, что у нас что-то не то в системе преподавания, или все-таки у нас такой народ в большинстве с вами бестолковый? Ну, во-первых, мне хотелось бы сказать, что сегодня ситуация меняется. И судя по языковой подготовке студентов Казанского федерального университета, которые приходят, ну, по крайней мере, с уровнем pre-intermediate, а чаще intermediate и даже upper-intermediate, да, мы можем говорить, что школьная подготовка стала эффективнее. Возможно, потому что стали доступны интернет-технологии, возможно, потому что стало возможным приглашение носителей языка и так далее. Что же касается советской школы, то здесь, ну, единственное, могу сослаться на комментарии своей бабушки, которая всю жизнь преподавала немецкий язык, мне всегда говорила, что раньше установка была на очень выверенное, грамматически правильное, практически идеальное высказывание. Но так как язык — система живая, меняющаяся, в известной степени стихия, может быть, не всегда это нужно. То есть вот это стремление выдать высказывание абсолютно верное, оно порой затмевает желание учить язык дальше. Насколько важно грамматику учить вперед говорения, или это начинать одновременно? То есть, например, ты в садик ребенка отдаешь, его же там, наверное, грамматики не учат. Вы знаете, часто сталкиваюсь с вопросом, а сколько все-таки в английском языке времен? И какие-то астрономические цифры люди начинают приводить, потому что в школе кто-то когда-то напугал, что времен очень много, они очень сложно составные, они очень сложно различимы друг от друга и так далее. На самом деле времен, которые требуются для общения, для эффективного акта коммуникации, их очень немного. Но они, конечно, должны быть изучены, и они, конечно, должны быть освоены. Делается это параллельно. Параллельно. Делается это параллельно, да, потому что научиться ездить на машине, используя только автотренажер в автошколе, ну, к сожалению, не получится. Ну, а маленькие дети, они, наверное, учат просто наборами слов. Потому что в школе еще учили столбиками слова. Вот, наверное, детей, которые знают только свой, узнают еще родной. И параллельно с ними разговаривают на иностранных словах. Наверное, это проще. Наверное, грамматику они не учат. В школу приходят, потом грамматику учат. Если мы обратимся к дошкольному возрасту, то изучение происходит во многом на интуитивном уровне. Восприятие ребенка не нагружено страхами, сомнениями, боязнью критики и так далее. А если это возраст школьный, то, к сожалению, не всегда именно изучение слов столбиком в отрыве от контекста, в отрыве от реальной языковой ситуации оказывается эффективным. Потому что слова оказываются сами по себе, язык оказывается несколько сам по себе. Малышам, в общем, весело и интересно учить язык. Ну, в определенной степени легче. В общем-то, у каждого возраста изучения языка есть свои неоспоримые преимущества. Если это детский возраст, то это подвижность и пластичность сознания, это очень большие ресурсы памяти, это восприимчивость, игровой момент в изучении языка, то есть который не выглядит бременем. Если это взрослый возраст, то это сознательность, усидчивость, последовательность, то, по крайней мере, это должно быть. И чем старше становится, тем сознательность становится все выше и выше. Породума. А если взять детей, вот как у них сделать заинтересованность к изучению языка? Сейчас существует огромное количество методик, предлагающих изучение языка через различные языковые моменты. Конечно, ребенка мы не усадим за книгу, за упражнения, да, за академический формат изучения языка, поэтому ребенка нужно увлечь, и желание научить ребенка иностранному языку, это всегда некоторый реверанс в сторону ребенка, то есть желание подобрать сначала ключ, и потом уже ждать какого-то результата. Мы ведь, наверное, язык учим все-таки по зарубежным учебникам, да, больше? Более того, мое видение состоит в том, что это оптимальный формат изучения языка, потому что зарубежные издательства предлагают нам огромное количество учебников, большинство из которых основаны на коммуникативной методике. Это нужно, важно и правильно, потому что из советского времени тоже пришла такая фраза «так не говорят». Учебники оригинальные, составленные теми, кого мы называем native speakers, то есть носители языка, они, конечно же, демонстрируют нам тот паттерн, вот вам, пожалуйста, англицизм, тот паттерн владения языком, языковой компетенцией, который действительно актуален в англоговорящих странах на данный момент. Потому что с зарубежным учебником у меня еще параллельно был такой учебник, как Голицынский автор, если я не ошибаюсь, он был с маленькими-маленькими правилами, с многочисленными упражнениями, и сразу зарубежные учебники с картинками выигрывали. И тем не менее, недооценивать важность последовательного и упорного освоения грамматики нельзя так же, но единственное, что я не рекомендовала бы просто с этого начинать. А какие занятия эффективнее, индивидуальные или все-таки в группах? Знаете, важно знать правду про себя, потому что, вспоминая свой опыт языкового освоения, изучения, мне всегда была нужна конкурентная среда, мне всегда хотелось узнать, как говорят другие люди, ситуация живого диалога меня очень привлекала, какой-то экспромт и так далее. Хотелось чувствовать себя круче других. Ну, совсем не обязательно это так. Некоторых людей такая ситуация может пугать, и это индивидуальные психологические особенности личности с этим тоже нужно считаться, поэтому кому-то действительно эффективнее заниматься, начинать заниматься с репетитором. Ну и, наверное, диалог проще строить с теми, в группе с кем ты занимаешься, начинаешь, у вас словарный запас примерно одинаково выполняется, вы употребляете то количество слов, которые узнаете одновременно, наверное, так проще, потому что у преподавателей, ну, тоже по своему опыту скажу, что это произношение, ты начинаешь немножко бояться, а тут все говорят плохо, начинают плохо, потом прогрессируют вместе. Наверное, это... Более того, ситуация группового изучения, она в большей степени имитирует ситуацию реального языкового общения, потому что, конечно, мы не общаемся с человеком только с одним, мы не общаемся с человеком, который транслирует только один формат языкового общения, только одно произношение, только один словарный запас и только одну лексическую сферу. Общение очень разнообразно, полифонично, поэтому общение в группе, конечно, имеет значительные преимущества. А если? Еще, наверное, в группе есть такой момент игровой. Вот, по-моему, он эффективный, когда проводят именно общение не на заданные упражнения, а в игре, в диалоге. И в свободном общении, и в обсуждении заданной темы, и игровой момент обязательно. То есть... Языковая среда формируется. Возможности группового изучения, они, будем говорить, большие, они шире, чем изучение индивидуального. Но если речь идет о преодолении каких-то барьеров, если речь идет о первоначальном наращивании словарного запаса, порой бывает очень важно начать именно с индивидуальных занятий. А если взять преподавателя, имеет ли значение, какой у него возраст? С кем лучше заниматься? С молодым преподавателем, ну или со взрослым, казалось бы, опытным? Ну, почему казалось бы. Следует заниматься с тем преподавателем, с которым складывается, как мне кажется, человеческий контакт. Ну, у нас просто Алина где-то прочитала, что наиболее эффективный преподаватель в возрасте до 30 лет. Ну, это, наверное, из серии, опять же, британские ученые. У нас что-то исследовали, опять что-то открыли. А, кстати, вот про британских ученых я тоже недавно прочитал, что если человек в возрасте 40 лет и старше начинает изучать иностранный язык и доходит до уровня знаний в совершенстве, у него пропадают инженерные навыки. Таковыми не обладаю, поэтому мне судить очень сложно. Как мне кажется, следует заниматься с тем преподавателем, который сможет увидеть, выделить и сыграть на сильных сторонах индивидуально, конкретно данного изучающего иностранный язык, поскольку сильная сторона есть у каждого из нас. Наверное, еще интересно учить язык со сверстником, если твой учитель сверстник. Я не знаю, может быть, нет, а может быть, например, особенно для молодежи, объясняют слонговые выражения какие-то, параллельно приводят примеры, там, обучение на сериалах, ты слышишь какие-то выражения, ты не можешь их объяснить. Наверное, проще диалог строится с сверстником. И, например, для человека, который в возрасте начинает учить язык, наверное, тоже. Или нет, не имеет значения. Ну, во-первых, о сериалах, музыке и вот этом пласте современной культуры, который представлен языком. Меня часто об этом спрашивают, стоит ли учить английский язык, смотря сериалы. Вопрос всегда следует один и тот же. Каково было бы наше знание русского языка, если бы мы смотрели «Физрука», «Универ» и все остальное, что положено смотреть. Тем не менее, это определенная грань языковой реальности. Тем не менее, она тоже достойна того и стоит того, чтобы с ней ознакомиться. Но нужно иметь в виду, что это не совсем академический формат изучения языка. Опять же, исходя из цели, для чего нам нужен язык. Если мы сдаем международные экзамены, то, конечно, это должно быть знакомство со значительным академическим именно пластом. Если мы едем по обмену в развлекательную поездку, то, да, конечно, ваши аргументы они. — А вот вы сейчас сказали про академические знания. Какой смысл вы в это вкладываете? Ведь английский язык, он на сегодняшний день очень неоднороден. То есть, есть на американском континенте английский язык, а есть английский язык в Великобритании, а есть в Австралии. Вот, во-первых, как-то это соотносится с тем, что вы поднимаете под словом «академический». И если да, то наши студенты нашего вуза, они с каким английским языком выходят? С таким языком их в Америке поймут вообще? — Дело в том, что сегодня практически все преподаватели английского языка, я имею в виду оригинально русскоговорящие, то есть проживающие в России, транслируют смешанную модель английского языка, то есть частично британскую, частично американскую, с превалированием, ну, как правило, какой-то одной из них. Наших студентов поймут. И в Англии, и в Америке, и в Австралии, и worldwide. Наших студентов поймут, это несомненно. Другое дело, да, что академически, если мы говорим об академическом языке, то это стремление избежать примитивизации языка. Это стремление выучить не одно слово, а ряд синонимов. Это стремление не упрощать. — То есть к какому-то, видимо, литературному стандарту стремиться? — Не обязательно литературному, в том числе и деловому, профессиональному и так далее, да. — Но если я правильно вас понял, то наши студенты и вообще россияне говорят на каком-то особенном английском языке, который и не американский, и не английский, и не австралийский. Это вообще какое-то совершенно другое явление. — Оно общемировое. То есть это английский язык с вкраплениями каких-то локальных языковых явлений. — А, то есть это, в принципе, мировое явление. — Это мировое явление, да. — То есть, ну, понятно, потому что английский язык стал языком мировым, и, соответственно, он уже, в принципе, англичанам и не принадлежит, надо сказать. — Практически для большинства стран мира он перестал быть иностранным. То есть это такой полу-второй язык. А если изучать иностранный язык, насколько важно его изучать с носителями этого языка? Или можно все-таки обойтись с нашими преподавателями? — Конечно, если встреча такая счастливая представилась с носителем языка, эта встреча хорошая, потому что она расширяет границы нашего восприятия, потому что она дает нам попробовать себя, услышать критические замечания. Это взгляд со стороны. Тем не менее, недооценивать роль отечественных преподавателей нельзя ни в коем случае, поскольку, будучи знакомыми с социально-культурными реальными российскими, российские преподаватели адаптируют преподавание таким образом, чтобы оно было наиболее эффективным для наших студентов. Я тоже, честно говоря, когда правильно готовились, подумал над тем, что американец, англичанин, как бы он русский язык не знал, он все равно не понимает местную ментальность, он не понимает, как лучше донести какую-то мысль и так далее. Наверное, все-таки носителю русской культуры, русскому человеку легче объяснить то, как лучше говорить на английском и американском языке, если, конечно, он хороший преподаватель. Хорошими преподавателями становятся. Это результат опыта, это результат труда, самосовершенствования, критического к себе отношения. А если завтра Родина вас забросит в Америку, американцы вас отличат от американки? Если мы меня направим переводить на ядерное производство, то, думаю, мне стоит к этому готовиться. А если это ситуация языкового стандартного общения, повседневного, то, ну, дерзно предполагать, что все-таки нет. То есть Родина может на вас рассчитывать? Может. А американцы решат, что вы из какого штата? Поездки мои нью-йоркские, поэтому, очевидно, туда меня адресуют. То есть вы говорите на таком городском, нью-йоркском языке? Ну, органистический такой английский, современный, да. А вот такого уровня, насколько быстро можно достичь? Ну, для обычного, простого, нормального человека, у которого, может быть, нет крутой такой предрасположенности к языкам? Когда мы слышим о том, что различные компании предлагают нам в несколько месяцев, а то даже и в какие-то более рекорды... За несколько недель можно. ...рекордно какие-то сумасшедшие короткие сроки изучить английский язык, мы должны понимать, что это маркетинговый ход в чистейшем виде. То есть это развод? Ну, это такая фраза, после которой должна идти звездочка, вообще-то, и мелким шрифтом там нам должны быть пояснения, потому что, опять же, напрашивающийся пример, многие люди водят машины, да, но кто-то делает это виртуозно, а кто-то паркуется полчаса под окнами веселя всех соседей. Поэтому о каком уровне владения иностранным языком идет речь? Если это уровень, достаточный для обзорной туристической поездки, да, возможно. Есть экспресс-курсы, которые и несколько недель, и несколько месяцев. Если это вдумчивое, фундаментальное изучение и овладение иностранным языком, то счет идет на годы. А если Казань взять за пример, у нас очень много сейчас курсов этих появляется, они разные сроки предлагают. Как выбирать курсы для себя? Опять все индивидуально. На что делать ставки больше? На срок, как я понимаю, уже ставить не нужно. Да, к сожалению, или к счастью, да, язык — это не та система, когда мы можем присоединить USB-кабель к компьютеру, скачать себе язык в голову и жить дальше счастливо со знанием иностранного языка. Конечно, здесь неправомычно говорить о каких-либо сроках. И, конечно, если мы выбираем курсы, то следует не пожалеть своего времени, послушать, пообщаться, посмотреть и подобрать что-то подходящее. Наверное, еще очень здорово, что сейчас в Казани на всяких открытых площадках часто предлагают общение просто людей, которые изучают английский язык. Они приходят, пьют вместе чай, туда приходят носители языка. Это такая тенденция очень радует. Это общемировая практика, которая лишний раз доказывает, что мы находимся в русстве глобализационных процессов информационного общества. Это практика, которая распространена сейчас по всему миру. И это практика отрадная для меня, как для лингвиста. Вы не ходили на такие встречи? Неоднократно. Более того, могу сказать, что отрадным фактом является также, что в наших властных структурах растет процент людей, владеющих иностранным языком, владеющих на очень достойном уровне. Это очень приятно. А сколько примерно стоят курсы английского языка в Казани? Как это дорого? В среднем? Цена может варьироваться и зависит от количества академических часов, которые предлагает курс. В среднем предлагается от 50 до 100 часов за отрезок учебного времени. То есть это может быть семестр, полтора, два семестра. Стоимость такого курса, по моим данным, был произведен небольшой мониторинг в свое время. То есть три месяца это? Вы говорите о трех месяцах. Это может быть и три месяца, это может быть и полгода. Стоимость таких курсов может начинаться от 20 тысяч и стремиться к другим цифрам. А вы не считали, сколько один час занятий стоит академический? По-разному. В среднем мы говорим где-то о 400-500 рублях. В принципе, недорого. В принципе, недорого, да. А если выучить, например, две тысячи слов, насколько я буду разговаривать? Или это тоже миф, что от количества слов он зависит, от понимания? Алена, здесь, знаете, еще нужно спросить себя, на какой отрезок времени вам хватит этих двух тысяч слов без дополнительных инъекций, изучения и вливаний, да, изучения языка в дальнейшем. Потому что две тысячи слов вы можете выучить, если вам необходимо выполнение какой-то функции, вы с этой функцией справляетесь. И дальше язык стремительно уходит, если он не поддерживается, если не происходит в последовательной практике. Ну, это, опять же, один из маркетинговых, наверное, ходов, когда пишут в рекламе о том, что за такой-то срок вы выучите столько тысяч слов. И ты сразу думаешь... Чистейшие воды, да, да, конечно. Опять, ход маркетинговый? Это абсолютно индивидуально. Нет универсальных рамок, нет универсальных рецептов. Более того, в изучении иностранного языка для каждого изучающего есть более продуктивные периоды и менее продуктивные периоды. Все это. А самостоятельно язык выучить можно? Например, английский. Я полагаю, что можно, если мы говорим об изучении иностранного языка не с нуля. Если есть представление, минимальное хотя бы представление о том, как устроена конкретная языковая система. То есть, если у человека база есть, он может самостоятельно уже дойти до какого-то... Как язык работает, да. То есть, если у человека есть представление о том, что по-русски мы говорим, что Москва красивый город, а по-английски мы должны сказать, что Москва is a beautiful city, да, что должен быть еще глагол, оказывается, to be, да, то вероятно, да. А тогда вот еще такой вопрос. Вот мы представим, что человек абсолютно не знает язык и попадает, допустим, в Америку. Вот такой способ шоковый. Он насколько вообще может помочь? То есть, насколько человек, не знающий вообще, не имеющий никакого понятия об английском языке, насколько быстро он сможет выучить язык? Это зависит от той среды, в которую человек входит. Это зависит от того исходного образовательного багажа, которым человек обладает. Это зависит от, опять же, исходной языковой подготовки. Была она как таковая фактическая когда-то или нет. Вот человек в нулем зашел, он может выучить язык или нет? Я вот что-то просто вспоминаю. Из детства нас учили, что Ленин там на три месяца куда-то за границу уехал, и по ходу дела там выучил какой-то очередной язык. Ну, нас учили, что Владимир Ильич вообще кругом был уникум, и чего не касался, все начиналось светиться золотом. Так что опыт разный. Опыт разный. У меня есть ряд знакомых, которые как достигли значительных успехов, так, к сожалению, и до сих пор испытывают языковой барьер. То есть, доходясь за границу, то есть, там пытаясь изучить? Да. Это еще, наверное, на примере изучения языка, когда к нам в Россию приезжают люди, например, даже на обучение в медуниверситет, я знаю такие примеры, без знаний русского языка, или с очень-очень-очень минимальными, они попадают вот в эту студенческую среду, и потом уже хорошо разговаривают. Это в определенной мере благо и для наших студентов, поскольку они получают естественную, находящуюся вне каких-либо рамок, языковую практику. Это здорово. А вот насколько для того, чтобы выучить разговорный английский язык, для того, чтобы общаться с англичанами, с американцами, ну и другими западными гражданами, насколько важно читать английскую литературу, насколько важно заучивать стихи, песни? Это дедовский способ или это еще работает? Заучивание стихов, песен и иных текстов наизусть, во-первых, тренирует вашу память и готовит вас к дальнейшим успехам в области изучения иностранных языков, а во-вторых, эта маленькая хитрость снабжает вас определенными языковыми клише. Вы что-то где-то забыли, а есть у вас уже готовая заготовочка, каламбур, готовая заготовочка, из стихотворного или песенного или иного текстового отрывка. Поэтому это по-прежнему хорошо и актуально. Больший акцент я предлагала бы и советовала бы делать на восприятии на слух. Это то, что вызывает, по крайней мере, у русскоязычных изучающих наибольшие трудности. Не совсем понял, о чем вы говорите. Восприятие иностранной речи на слух, то есть рекомендовала бы смотреть телевизионные программы, записи в интернете, слушать подкасты. Вы знаете, вот я сегодня вспомнил, как раз мы с Алиной разговаривали до эфира. Я в детстве, когда приходил на урок английского языка, вообще воспринимал вот это английское произношение как кривляние. Я один такой или у многих это происходит. И вот когда я вот это все слышу, я честно скажу, я там слова действительно не все понимаю. Вот на слух-то с восприятием проблемы. Может быть, это продиктовано именно тем, что не было аутентичных пленок, может быть, не было аутентичных записей для того, чтобы вы услышали, что мелодика языка красива, естественно. Что это не кривляние. Что это не кривляние, да. Что люди говорят, что язык имеет переходы, выражает человеческое настроение, что он живой. А еще такая искусственная языковая среда тоже рекомендует расклеивать какие-то стикеры, параллельно повторять эти слова в бытовой жизни, повторяя вот эти стикеры окружения себя словами. Оно помогает запоминать или это такой временный? Как мне кажется, это более психологический трюк, который ставит вас перед неизбежностью интеракции с языком, взаимодействия с языком. То есть язык вот он уже есть, он вас окружает, ну и что ж, придется как-то с ним работать. То есть стикеры стоит все-таки расклеить, дай бог поможет. Возможно, да. Но, наверное, кого-то я огорчусь сейчас и расстрою, и разочарую, может быть, даже ничто не заменит, конечно, последовательного, вдумчивого, осознанного изучения языка. Ну, вы так сейчас красиво подходите к концу. Наша программа действительно сейчас завершается. И хотелось бы, наверное, даже не вопрос задать, а услышать ваши пожелания для тех людей, кто хотел бы быстро и эффективно и на высоком уровне выучить язык. Что бы вы пожелали? Быстро, качественно и недорого выберется два любых критерия. Это вот, опять же, из этой серии. Всем изучающим английский язык, как и любой иностранный язык, желаю достаточной силы воли и достаточной меры последовательности и возможности сохранить тот энтузиазм, с которым люди начинают изучение любого иностранного языка. И пусть та эйфория, которая присутствует у любого изучающего на начальном этапе, пусть она да пребудет с вами на все изучение, и пусть она привезет вас в языковую среду, и пусть она даст вам возможность продемонстрировать себя как компетентно владеющего иностранным языком. Вы сейчас так говорили, будто в какую-то секту заманиваете. Огромное вам спасибо, Валентина. Ну, религиологическое образование, понимаете? Ну, да, чувствуется. Большое спасибо, Валентина Викторовна, за столь интересную беседу. Я думаю, что мы еще, наверное, не раз встретимся в рамках нашей программы. Большое вам спасибо еще раз. А я хочу попрощаться с нашими телезрителями. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова